А, это для начёса, ёптель-муптель, мяпле, даже захотелось. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй и ваш любимый ту-ду-ду-ду, фикс-прайс. Видите, у меня два пакета, причём в разные дни взяла в одном фикс-прайсе. Вот я их даже не разбираю, честно говоря, я их беру, набираю, я их беру, периодически захожу в фикс-прайс, ставлю, и вот, честно говоря, пока я не сниму видео, я ничего туда не достаю и ничем не пользуюсь. Вот, последний раз я взяла большой пакет вчера в фикс-прайсе, поэтому видео свежее, и если вы увидите какие-то новинки, сразу бегите, идите и бейте. Итак, начнём. Первое, с чего я начну, это вот такая вот игрушка, которую я взяла Денни. Я её тоже ещё не открывала, мне кажется, она очень интересная. Сейчас открою, вместе посмотрим. Та-ра-ра, Денька не прыгает на фоне, оставила его бабушке. Можно спокойно класть ножницы на... Я вот сразу замечаю все эти моменты. Смотрите, смотрите, значит, здесь пасочка. Я просто подумала, что уже у нас возраст, мы уже ничего не тащим в рот. Он у меня молодец, кстати, рано перестал вот всякую гадость мелкую брать в рот. Понимает, что можно, что нет. Здесь у нас идёт вот такая черепашка, это пасочка, лопаточка. У нас уже три лопаты, только беру, беру ему. И вот такая прикольная штучка, в которую можно насыпать песочек, и песочек насыпается, и вот он сыпется сюда, сюда, и оно всё будет крутиться. Я думаю, что так же можно и с водичкой. А внизу получается ситечка, вот. То есть оно очень прикольное, мне кажется, что ребёнку понравится. Яркая, разноцветная, вот, классно. Сто девяносто девять рублей всего. В моём классная штука. Дальше я в офис заказала, заказала, господи, я постоянно заказываю всё и заказала. Взяла за пятьдесят пять рублей вот такую папку. Их там было, кстати, немного, немножечко они были порватые. Ну, видимо, что они не уж хорошего там супер качества. Но мне понравилось, что здесь змейка по периметру. И если что-то нужно будет взять с собой, можно взять вот так вот. То есть если нужны будут документы с собой, можно взять и ручка здесь есть. Ну, она такая всё хиленькая, конечно же. Но мне что-то такое нужно было наскоряк в офис. Вот такая вот папочка. Она, кстати, идёт какая-то вот такая, знаете, как клетка. То есть, ну, не скользит в руках. Дальше я взяла такую милоту, когда Дэнни показал, и говорит, Дэнни, на, он был там распакованный. Это блокнотик. И он такой... Такой блокнот плюшевый, сервис, два листа. Давайте откроем его и посмотрим, что там за клетка, не клетка. Поближе был. Смотрите, он вот такой мягенький есть. Вот такой вот классный, мягкий. Вообще, ребёнку, мне кажется, понравится, как мимимишка. Здесь такая аппликация наклейка, в принципе, хорошо наклеена. Она какая-то пчёлка такая, пчёлка Майя. И здесь у нас в линеечку 72 листика. В линеечку. Вот такие. Ну, прикольно. Я взяла для Малова, на самом деле, для того, чтобы он именно вот на этом рисовал. Ну, то есть, он и играться классно, да, и он у меня любит порисовать, взять ручку в руки. Я сейчас ищу ему какие-нибудь, не знаю, девчонки, напишите мне в Инстаграм. Потому что я, вот мамочки, да, я хочу найти ребёнку что-нибудь, чтобы он рисовал этим, чтобы оно не пачкалось на руки, да. Простой карандаш, например, не пачкается. Например, не пачкаются карандаши восковые, да. Но они ломаются. Вот восковые карандаши, всё классно. Они рисуют и не пачкаются, но они ломаются. Он реально их просто ломает, и вот такие маленькие кусочки у нас валяются. Это не кайф. Фломастер или что, он всё себе, ручка, всё он в ручке, вот это мне не нравится. Акварель, если что-то, не знаю, вот какие есть, чем можно ещё занять ребёнку, чтобы он рисовал. Но только чтобы можно было его оставить, рисуй. И не бояться, что он там либо съест что-нибудь, либо весь изрисует. Короче, прикольная штука. Ещё я взяла, смотрите, это новинка. Этого я не видела. Это у нас в бьюти расческа для волос. А, это для начёса. Ёптель мопцы. Вот я, вот реально, ну, ну, Силь, ну, ну, ты прочитать не могла для начёса. Слушайте, ну, буду начёсывать волосы. Чё, чё делать? Стоит она 99 рублей. А я смотрю, расчёска просто. Я думаю, ну, наверное, расчёсывает. Думаю, возьму, да, расчешу волосы. Посмотрю, как она расчёсывает. Слушайте, да, она и расчёсывает неплохо. Нормально. Классно она расчёсывает. Волосики. Видите, у меня, кстати, цвет волос сравнялся. Ну, я взяла сегодня в Ашане краску. Следующее окрашивание моё корни будет. Видимо, с маркетой краской. Которая я сто лет давно красилась. Короче, посмотрим, как получится. Ну, пока у меня корни нормальные. Классная расчёска. Мне нравится. Ну, кстати, для начёса. Может, она и хорошая. Давайте попробуем. У меня просто чистые волосы и вряд ли оно хорошо начешет. Слушайте, неплохо начёсывает, кстати. О, может, не расчешешь теперь. Классная. Крис, ты не хочешь себе начесать волосики? А, у тебя же косы. Короче, классная расчёска. Вот такая вот она. Вот такие у неё зубчики. Вот такая, ещё раз сказать, с такими зубчиками. И очень удобно, кстати, её держать в руке. Нормально. Одобряемся. Дальше. О, немного еды. Я взяла опять свои любимые вкусняшки. Девочки, я уже 300 лет говорю. Вот, если кто-то не пробовал, я их обожаю. Вот они, боковушечки. Они такие вкусные, я не знаю. Я могу просто за два вечера съесть. Половину за один вечер, половину за другой вечер. Они просто тают во рту, они вкусные, я не знаю. Это изделие хлебовулочный, сдобный. Мяфли называется. Мяфли. Даже захотелось. Также у меня всё в одном пакете. Значит, игрушки, мяфли и ваниш. Да, я, кстати, пользуюсь вот таким ванишем и ещё сухой ваниш. И при разных ситуациях мне помогает вот что-то. Причём, знаете, многие говорят, что в фикс-прайсе есть там, да, что-то поддел. Например, девочка мне недавно писала, что она пользовалась клеем ПВА. Ну, что-то там, загустители какие-то добавляла и что-то она там делала, да. Но когда она взяла фирму, которую она знает в фикс-прайсе, у неё почему-то всё комками взялось и не получилось. Как бы вопрос, да, а не подделка ли это? Может, они с чем-то смешивают, разбавляют? Я ничего об этом не знаю. То есть это всего лишь догадки. Но что касается ваниш, то он отбеливает. Он отбеливает то, что должен отбеливать. Поэтому я взяла второй и есть у меня ещё в сухом виде. И всё я беру в фикс-прайсе, всё работает. Очень удобно, когда на пятно налил что-то, да, оно прям исчезает. Бывают такие пятна, которые вот у меня были на курсе. Старое, жёлтое пятно, которое ничем не отмывалось. Ваниш всё отмывалось. Дальше взяла носочки двое. Это не очень хорошего качества, на самом деле, зувей в плане износостойкости. Потому что они классные, мягкие, красивые, очень удобные такие, знаете, нигде не давят. Но износостойкость, они очень быстро кошлатятся, то есть в катышках и, короче, на выброс. Очень быстро. Поэтому я всё равно там беру. Хотя, сколько они стоят? 25 или 50 рублей? Опять, не взяла чек. Может быть, и дешевле, и качестве не могу. Также я взяла... Дом у меня есть, в офисе у меня нет плоскогубцев. Я взяла плоскогубцев в экспрессе. Взяла малому вот такую книжечку. Смотрите, здесь фигуры. Здесь фигуры и вот что-то. Звезда такая, например, да? Что-то сзади звезды написано. Ёлочка, треугольник, да? Овал. То есть там фиква или что-то такое? Дыня, дыня. Мячик, круг разноцветный. Так, квадратик, печенька. Вот такой вот, да? Обучающее. Вот. Мне понравилось. Вот это для Деньки классно. Что я взяла еще? А, взяла вот такую вывеску в свой магазин. Повешу пока на время. Но я там все время придумываю что-нибудь. Ну, короче, мне понравилось. У меня же магазинчик такой чисто для девочек, да? Что-то прийти, там косметика, какие-то вещички. И как бы для мальчиков ничего нет. И у нас чисто такая женская... И вообще наш канал, вот мой канал, да? Такое чисто женские девочки. Хотя у нас 30% мальчиков. Мальчики, привет, не обижайтесь. Но как бы... Boys are not... I love it. I love it. Я не переводила это, но я думаю, что... Boys are not... Ну, типа, вход воспрещен, может быть. Что-то типа того. Я не знаю. Может быть, тут, конечно, фигня какая-то написана. Типа там, мы не любим мальчиков или еще что-то. Нет, мы их любим, мальчики. У меня мальчик растет. У меня любимый мужчина есть. Поэтому как можно не любить мальчиков? Хорошие мальчики. На них вообще... На них вообще держится все. Ну, девчонка здесь стоит сбитой. Я, короче, хочу на вход себе повесить. Вот так вот. Девчонки будут приходить, когда я что-то такое... Короче, сначала я переведу, да. Я не подготовилась, я не перевела вот это. Я это переведу потом. После того, как сниму видео. Здесь заднее оно на липучке. И там много таких прикольных штучек есть. Но мне понравилось именно потому, что здесь розовый цвет. Не за надписи, а за розовый цвет. Дальше, дальше, дальше. Я взяла вот такую корзинку. Наконец-таки у меня появился взять повод еще одну вот такую корзинку. Я обожаю эти корзинки. У меня их много в шкафу стоят. То есть, прям вот шкаф у меня, да, полочка. И у меня не просто стоит все на полочках, а у меня стоит все в таких корзинках. И они засунуты в полочки. То есть, когда мы открываем дверки шкафчика, мы сразу видим просто аккуратно сложенные вот такие вот корзиночки. Ну, не такие, у меня другие овальные, которые там были розовые, белые. И смотрятся очень аккуратно. И ты просто знаешь, в какой корзинке что у тебя лежит, да, вот в хранении. И все, вытаскиваешь и берешь. Очень удобно. Но этот цвет я взяла в офис. Кстати, тут немного отличается крышка цветом от самой вот этой вот корзинки. Она чуть светлее. Ну, для меня это не сильно принципиальный вопрос. 55 рублей, еще и с крышечкой. Красиво стоит. Я что-нибудь туда обязательно положу. Мне есть что-то туда ложить. Все это, короче, в шоуруме надо будет. Дальше поехали. Второй пакет. Что я здесь взяла? Я решила попробовать здесь взять вешалки. На самом деле здесь по три вешалки, три штуки, стоят 55 рублей. Хочу, могу сказать вам, что так как у меня в магазине висит много вещей, ну, не много вещей, но есть вещи, которые нужно только на прищепки прищеплять, да, то есть какие-то юбки, там еще что-то удобное. Я задалась вопросом найти вот такие вешалки. И, девочки, я вам скажу, дешевле 50 рублей таких вешалок просто нет. Одна штука. В Икее там 59, я взяла из Икеи там несколько. Ну, я решила для разнообразия взять и здесь. Всего лишь 55 рублей, три штуки. Конечно же, мне это выгоднее, да, и бывает, что прищепочки очень удобные. Короче, я взяла две такие пачки, это тоже для магазина, потому что придут мне там брюки, какие-то платья, которые на вешалку простую не повесишь. Дальше я опять же набрала, девчонки, эти блокноты. Мне кажется, я их все забрала, и то, что я вам сейчас показываю вот здесь вот, это самая малость. Их реально набрала на очень много, на очень много. А знаете почему? Потому что все мои первые покупатели будут получать подарок вот такой блокнот. Ну, сколько у меня их останется? Ну, их у меня там, не знаю, ну, штук 10, например, да? Ну, и для конкурса я оставлю по одному. Вот, первые 10 покупателей в моем магазине, они получают подарок вот такой еще и блокнот сверху. Вот, поэтому я взяла. Это не просто так, что я, знаете, смела там, чтобы никому не досталось. Я просто хочу, чтобы это досталось тому, кому надо. Так что, когда есть возможность, почему бы ей не пользоваться и не радовать именно своих. А не тех, кого ты не знаешь. Это для тех, кто очень хочет получить такой блокнотик, но приходит, и их все время нет. Ну, кстати, они есть в фикс-прайсе в Александровке. В Александровке, да, у нас там много фикс-прайсов. На остановке общежития. Вот там есть фикс-прайс в подвальчике. Там есть они, на кассе. Вот еще купила для малого вот такую штуку. А Дэн, знаете, как делает? Я ему даю, это он, он, это он. Не так. Короче, прикольная штучка. У меня в детстве была такая, у тебя была? Садик, была больше. Короче, для ребенка прикольная. Дэнка, я думаю, подрастет, еще поймет, как мне играть. Взяла краску черную, потому что у меня много черной обуви, и кроссовки кожаные, и всякие кеды. В общем, взяла краску. И еще я взяла... Блин, убрала! Вот, увидела еще в фикс-прайсе вот такая губка-блеск, но она с дозатором. Я, честно говоря, первый раз такое увижу. С дозатором воска. И это очень удобно. Фокусируйся. Вот она, кнопочка. И это очень удобно, потому что в обычных таких вот все время, ну, заканчивается, да, все, и выкидывай. А здесь дозатор, и достаточно много его там. Чуть-чуть вот так нажал, и уже она снова такая прям по-чистому все. Ну, губка хорошая. Я себе две купила такие вот, и в магазин, ну, для гостей, друзей. Ну, что, кому надо протереть улицу. И себе домой такую взяла. Ну, и краска вот такая вот черная. Это уж если там нужно что-нибудь реально замазать. Что еще я взяла? Еще я взяла вот такие вот кусачки для ногтей. Там есть вообще большие. Ой, есть маленькие, есть большие. Я взяла большие именно для ног. И уже попробовала ими покусать свои ногти. Все классно кусает, все замечательно. 77 рублей рекомендую. Написано, кстати, что это не ржавеющая сталь, по-моему. Да, не ржавеющая сталь. Так, ну и последнее, что я взяла, это очень черные, очень страстные. Не знаю, зачем я их взяла, если честно. Не знаю, зачем я их взяла. В общем, одни вот такие вот. Черненькие. Да? Они очень легенькие, классные. Вообще мои полароиды напоминают, если честно. А, ну вот, Крис, ты смотрела. И вот такие. И вот такие очень черные, очень странные. Не знаю, может быть, тоже кому-нибудь в подарок подарю. Знаете, покупателю своему такая. О, на улице светит солнце, а у вас есть очки? А возьмите. В общем, подарки, подарки, подарки моим первым покупателям. Вот. Все, мои хорошие, это все покупки. Я была рада с вами поделиться ими. Если вы нашли для себя что-то интересненькое и полезненькое, скорее бегите в фикс прайс, потому что, вы знаете, все дешево и интересно, быстро разбирают, да? Поэтому я спешу вам первое поделиться всем этим, что вы успели взять. Что еще хотела сказать? Что еще хотела сказать? Хотела сказать, что я вас очень люблю. Заходите ко мне в Инстаграм. Кто еще в Инстаграме нет, регистрируйтесь, подписывайтесь. Это офигенное место. Препровождение. Ну и все. Я вас люблю, целую, обнимаю. Прощаюсь до следующего видео. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. Не устану повторять. Ну и подписывайтесь, это первое. Все, всем прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok